Волтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди Случайные встречи Неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод И время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то вы с круто Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Добрый день всем, кто слушает Радио Болтком В июле отмечается Международный день спортивного журналиста И накануне открытия Олимпиады в Токио Гость нашего эфира, один из самых авторитетных спортивных обозревателей Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов Добрый день, Николай Михайлович Добрый день Спасибо, что в таком напряженном предолимпийском графике Вы нашли время для латвийских радиослушателей Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия» В сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами Международного медиаклуба «Формат А3» Мы получили вопросы из Латвии, Литвы и Белоруссии Николай Долгополов как спортивный журналист побывал на 13 Олимпиадах Как журналист-международник объездил более 100 стран И сейчас является президентом Федерации спортивных журналистов России Помимо того, что занимает второй пост в Международной ассоциации спортивной прессы Веду эфир я, Ольга Авдевич Со мной в студии моя коллега Наталья Захарьят Николай Михайлович, расскажите, пожалуйста Как будет организована, перенесенная И все-таки она состоится Такие Олимпиады в таких условиях чрезвычайной ситуации Ну, вы знаете, действительно, ситуация по-настоящему чрезвычайная И вот сегодня только что закончилась первая из двух заседаний сессий Международного олимпийского комитета 138-я сессия, на которой президент Бах сказал Вы знаете, были моменты, когда я думал, что Олимпиада будет разорвана в клочья То есть до последних недель, ну, скажем, месяцев Проведение Олимпиады было под угрозой И вот буквально приблизительно недели три назад Было решено, что игры состоятся Вот они состоятся, так решили МУК Так решили японские организаторы Муниципальное правительство Токио А также правительство, которое возглавляет премьер-министр Суга Вот эти организации решили, что несмотря ни на что, быть Олимпиаде Вы знаете, я связываюсь по Зуму со своим, так сказать, международным начальником Итальянцем Джанни Мерло Он президент Международной ассоциации спортивного пресса И он со мной очень откровенно говорит Мои друзья, товарищи, познакомились на Олимпиаде 1976 года Не пугайтесь, еще в городе Монреале И вот он мне рассказывает, что провел в аэропорту 9 часов Потом несколько часов шел со своим огромным чемоданом Пока меня там посадили на какой-то автобус Довезли до отеля В отеле три дня, три дня безвыгодно Я говорю, ну даже тебя, ты же президент Международной ассоциации В которую входят там 162 страны Знаешь, здесь не делают скидок на это И говорит, сам у себя должен был брать каждое утро Вот эти ПЦР-тесты Они, говорит, не европейские, а типично японские Очень волновался, что не так сдам Говорить не с кем, спрашивать абсолютно не у кого Сдавал Я говорю, ну а как ты сегодня вот обедал, питался Знаешь, разрешается выходить три раза в неделю Извините, в неделю, что я переврал, конечно, три раза в день В кафе, этажом ниже Я говорю, ну как там, цены, хорошо Знаешь, очень приятно, что я сумел за эти три дня здорово похудеть, питаюсь салатами Я говорю, а что вообще я вижу, ты такой спокойный абсолютно Ты все такой импульсивный, всегда в делах, в энергии Вот когда я три дня просидел в полной заперти Подумалась, какая же бренность нашего вот это все журналистское спортивное существование И какая великая вообще наша жизнь И как мы должны за нее бороться И как мы за нее боремся И я полностью одобряю вот эти меры, которые японцы принимают Ну вы знаете, тем не менее, он же мне сообщил, это уже было вчера Что заболел его коллега, итальянский парень, молодой журналист И всего таких случаев уже под 70 Когда люди, приехавшие на Олимпиаду из разных стран мира, заболевают Ну вот я не знаю, много это с вашей точки зрения или нет 70 случаев положительных ПЦР-тестов на 15 с лишним тысяч пока Я подчеркиваю, пока приехавших Ну, немного, наверное, но и все же это немало Для них специально создан такой маленький отель Где эти люди живут Где за ними внимательно наблюдают Где они вынуждены будут провести не три дня Я подчеркиваю, три дня обязательной такой изоляции для всех, скажем, журналистов А две недели минимум Только после этого снова тесты, потом еще тесты И тогда их выпускают на волю Как раз, я думаю, они успеют к тому рейсу, который их увезет на родину Так что вот Олимпиада проходит вот так Она будет проходить, я думаю, в условиях абсолютно немыслимой дисциплины Нарушители этой дисциплины Японцы, которых мы знаем как самых таких твердых людей Очень дружелюбных и в то же время жестких Будут карать И никаких отступлений от правил быть не может Понимаете, тут стоял вопрос так Вообще проводить эту Олимпиаду или нет Не проводить, скорее был момент какой-то Решили проводить Это решение взял на себя Международный Олимпийский комитет И лично президент Томас Бах Которого, знаете, как встретили в Японии Как никогда не встречают президентов Международных Олимпийских комитетов Под окнами его роскошного пятизвездного отеля Каждое утро собирались пикеты И на плакатах, огромных плакатах Было написано Бах, гоу хоум Или Бах, гет аут Ну понятно, что это такое Убирайся, довольно так, скажем, довольно грубо Но он никуда не убрался Поехал в Хиросиму Отдать дань памяти людям, которые погибли во время Первой в мире атомной бомбардировки Американских Хиросимы И там его встретили пикеты Ну а там за что? А за то, что вот якобы считается Что это он хочет улучшить свой имидж То есть, понимаете, тяжелейшая обстановка В которой надо бороться, побеждать Не обращать внимания на все на это И, честно говоря, думать о двух вещах Журналистам о том, как хорошо надо работать И здорово для твоей редакции Спортсменам, как хорошо выступать на Олимпиаде Не обращая внимания ни на что И общий пункт для этих категорий Вернуться домой здоровыми Я не говорю там с медалями А просто не потеряв здоровье Для меня это игры гладиаторов Понимаете? Сугубых профи Которые выходят на спортивные арены Рискуя всем здоровьем Рискуя быть тяжело травмированными Рискуя попасть в какие-то неприятные ситуации Но не будем забывать еще об одном Я не знаю, вот мне так часто довольно Раньше приходилось бывать в Японии Но вы понимаете, я, например, тяжело переносил Очень японскую жару Летом всегда 36 градусов Но всегда и не меньше И плюс жуткая влажность Так вот, еще к этому еще и ковид Понимаете? Ну, что сказать? Действительно, гладиаторы, которые борются за себя Главным образом за свою страну За своих близких За то, чтобы обеспечить себя В определенном смысле финансово Век спортсмена короткий Четыре года олимпийский цикл Некоторым удается выдержать даже два цикла Редкие экземпляры выдерживают три А так, в основном, четыре года И ты сходишь с дистанции Поэтому я сочувствую спортсменов Уважаю этих профессионалов Потому что любителей на Олимпиаде Уже больше не осталось Гудбай, любительство И я им желаю одного успеха Понимаете? Успеха Всем абсолютно без исключения Николай Михайлович Вот такая цифра Пять миллиардов человек Объявлено, что увидят Олимпиаду в трансляциях Это новый мировой олимпийский рекорд Как новые цифровые технологии Будут использоваться И какие технические инновации В Олимпийскую вещательную систему Будут внедрены? Вы знаете, во-первых Инновации будут такие Что будет все это транслироваться Не только по телевидению По интернету Со всяческих платформ Будут, например, такие видеоплееры Которые, скажем, наш первый канал Будет применять То есть это моментальная трансляция Любой программы Десятки программ Ты можешь нажать на кнопочку И хочешь новости слушай Хочешь смотри выступления девушек-гимнасток Хочешь давай перемещайся на футбольный матч Понимаете? Одновременно можно Вот просто человеку Не сидящему у телевизора, я подчеркиваю А вот у этого видеоплеера олимпийского Вот такое наслаждение получить Потом, сейчас, несколько лет назад Возникла такая OBC Olympic Broadcasting System Она же, скажем так, олимпийская вещательная система Которая ведет самостоятельные трансляции Это ребята со всего мира собранные Это большие профессионалы Журналистики Я подчеркиваю только журналистики Которые будут показывать Олимпиаду по-новому Вот вы знаете, меня, например, поразила такая вещь Что, скажем, для стрелков Ну вообще стрельба не самый популярный вид спорта Но, тем не менее, там много медалей разыгрывается Вот они на пальчик На пальчик стрелку Допустим, лучнику Такую вот вешают Крошечную, маленькую, нечувственную такую резиночку Оказывается, да Вот здесь Этот чип, назовем его так Сразу же будет передавать на телеэкран Давление спортсмена Частоту сердцебиения Будет показано Вот он попал в десятку, допустим, да Сразу лучше Сразу хуже Промахнулся Попал в семерку Но это не бывало Баскетбол Вот ваши наши любимые Да, и у вас же по-прежнему, я надеюсь, баскетбол любят, да? Да Так же, как Ну я вот, я рад этому Потому что Круминь же для меня был, знаете, в детстве таким кумиром Вот Но дело не в этом, а в том, что Баскетболистов будут показывать абсолютно по-новому Будут камеры установлены Вот не только передвижные Не только вот эти воздушные воздушки, которые двигаются Не только рельсовые, да? Они будут везде на каждом шагу установлены И мы сможем смотреть Вот мы с вами элементарно сможем смотреть Где-то с 46 ракурсов баскетбол Ну представляете, что это такое? По-моему, не бывало это все По-моему, не бывало Потрясающе Я думаю, что, вы знаете Я вот тут всегда на связи с японским нашим посольством Япония очень волнуется И вот я все время на связи с японским, скажем, советником по информации И вот он мне прислал такую цитату Господин Суга уверен, что 4 миллиарда людей Которые будут смотреть Олимпийские игры по телевизору И я тут же исправляю Не 4, а, как вы совершенно справедливо сказали 5 миллиардов Будет установлен мировой рекорд По количеству, скажем так, просмотров олимпийских Это естественный рекорд Зрителей нету А иностранцев вообще нету Значит, нам должно помочь телевидение и интернет А если так, то 5 миллиардов просмотров Это очень хорошая цифра Николай Михайлович, у нас вопрос от латвийского журналиста Елены Смеховой Из еженедельника «Суббота» Вопрос в связи с тем, что российская сборная выступает на Олимпиаде в Токио Без гимна и без флага Вот на ваш взгляд, отразится ли, повлияет ли это на боевой дух команды? И в продолжение темы вопрос от журналиста Натальи Лебедевой из газеты «Сегодня» Как можно изменить это положение, вот лишение атрибутики национальной? И почему приходится терпеть такое унижение? Ну, приходится терпеть это унижение, потому что к России относятся сурово Она, действительно, ее спортсмены допустили какие-то нарушения Но кара за эти нарушения была, на мой личный взгляд, исключительно суровой И вот отстранение спортсменов, это мне понятно Дисквалификация спортсменов мне тоже понятна Но почему должны страдать те спортсмены, которые еще где-то, скажем, в 10-13 годах Они даже под стол пешком ходили, понимаете? В чем они виноваты? Но если так приказано, если МОК так решил, если это утверждено То послушная наша страна будет выступать, действительно, под гимн своеобразный Первый концерт Петра Ильича Чайковского Если выиграют, будет звучать этот гимн Кстати, вы знаете, я вообще очень люблю фигурное катание Являюсь давно уже, с давних пор членом Федерации Исполкома фигурного катания нашей страны И вот я вам скажу, знаете, вот когда были сейчас в Стокгольме мировое перенство То мне кажется, что весь мир выучил первый концерт Чайковского Я не уверен, что будет такое же удачное выступление на Олимпиаде В силу совершенно разных причин, о которых мы можем поговорить Но, но, я все-таки думаю, что пусть люди не только наши, но и зарубежные Приобщаются к классической музыке Пусть слушают и Петра Ильича Это им очень будет полезно По крайней мере, повышает такой интеллектуальный уровень А спортсмены, конечно, им тяжело Понимаете, тяжело Даже гимн про себя, вот предупреждено об этом Вот так, чтобы шевелились губы и что-то они пели Им даже этого нельзя делать Нельзя выходить с флагами Ничего нельзя Грубо говоря, ничего нельзя Я думаю, что выдержит и это Выдержит И мне все-таки кажется, что мы получили суровое наказание Черезчур Мы выдержим все то, что нам предсказано выдержать Что мы обязаны выдержать И я очень хочу верить Очень хочу верить Что на игры в Пекине 22-го года Зимние Если они состоятся Тоже так сделаем Их, как говорят англичане Если они состоятся Но я все-таки хочется мне верить Что на отмене Вот всю эту чушь Без флага Нейтральные спортсмены Выступления не как сборной России А как спортсменов Представляющих Олимпийский комитет России Вот мне верится, что это будет отменено И знаете, если ты не оптимист Ты не можешь быть спортсменом А я уже, как и журналист Должен вам сказать Если ты не оптимист То в спортивной журналистике Тебе тоже делать нечего Надо верить в лучшее Николай Михайлович А прокомментируйте, пожалуйста Вот сенсацию этих выходных Отстраненные от Олимпиады российские пловцы Все же в Токио будут выступать Как этого удалось добиться? Вы знаете, этого удалось добиться Во многом моему многолетнему другу Я называю его так Володе Сальникову Владимир Сальников Это четырехкратный олимпийский чемпион Экстракрасмен мира В плавании на длинные дистанции Уже долгие годы Володя занимает важный пост Президента Всероссийской Федерации Плавания И вот когда все это произошло Володя заявил Нет, мы будем бороться до конца И сразу даже здесь у нас дома Раздались такие голоса Ну как бороться Это такая несправедливость Людей не обвинили Понимаете? Нет А их заподозрили В том, что данные Которые были на них В тринадцатом году Это еще при царе Горехе Вот они могут Возможно При каких-то условиях Не соответствовать действительности Но это было совсем недавно В среду в прошлое Понимаете? Как с этим бороться Когда КАС Международный арбитражный суд Заседает очень редко Рассматривает дело Долго И вот Владимир Сальников И федерация Добились того Что наш знаменитый Спортивный адвокат Юрист Быстро провел это дело В Лозане В суде И в КАСе Развели руками А в чем собственно Обвиняются спортсмены? Непонятно Обратились в ФИНА Это Международная федерация плавания ФИНА сказал Что мы тоже не обвиняем Это вот какие-то Старые такие подозрения Но нам сказали И мы вот Дисквалифицировали КАС Обратился в ФИНА Вы знаете Это несправедливо И ФИНА тут же выпустила Заявление Что мы Мы Хотим сказать Что мы рады допустить Двух россиян К соревнованиям Рады Что они невиновны И Им выплатят Первое Судебные издержки На адвоката А второе Но это уже будет попозже Возместят Некий моральный ущерб Вот слава богу Эти два Два сплавца Это Не самые сильные Наши спортсмены Но как раз Те самые Которые могут помочь Добиться Может быть Каких-то медалей В эстафетном плавании Понимаете Без них Дело бы было Совсем плохо Две медали Уплывали бы Уже точно Вот их допустили К играм И Владимир Сальников Мы его поздравили Он сказал так Ну я же вам говорил А как же вот эти все люди Неверующие А я их голоса Не слышал Я оптимист Вот такие вот вещи Интересные Николай Михайлович Можно вас попросить Немножечко Вы у нас Вот так Идеально Потому что идет Видеотрансляция И вы у нас Немножечко вниз Из кадра пропадаете А вопрос у нас От журналиста Андрея Хазова Что вам известно О команде Латвии Которая едет в Токио Вы уже упомянули Круминша Нашего замечательного спортсмена И журналист спрашивает Самый выдающий спортсмен Латвии На ваш взгляд И какие выступления Латвийских чемпионов У вас в памяти Олимпионов Вы знаете Может быть вам это покажется странным А может быть и нет Но я вообще Некоторых людей Из сборных Советского Союза В то время Знал И мне они Очень нравились Они были Приятны Легки в общении И Конечно Я скажу вам так Что Я не был Знаком С Янисом Лучесом Копиметателем Олимпийским чемпионом И еще У него была Серебряная и бронзовая медаль Олимпийских игр Он выступал на трех олимпиадах Вот я с ним не был знаком Когда он был спортсменом А когда он стал там тренером Я с ним познакомился Очень приятный Хороший парень Был И мне с ним было легко общаться Вот для меня Лучес Такой пример Понимаете Это был Человек Я бы сказал Мира Понимаете Интеллигент Настоящий спортсмен Он любил и свою Ригу И страну За которую выступал Очень мне Нравилась Вера Зазуля Это Может вы Помните Такую Нет Нет Не помните Вера Зазуля Помним Помните Это та самая Саночница Первая Советская Которая вообще Выиграла санки Простая такая Я была девушка Работала По-моему По-настоящему Даже на какой-то Рижской фабрике Как она говорила Уж не знаю Правда или нет В то время Было давно Вот И вот я с ней Какие-то Делал небольшие Интервью А сейчас Ну тоже Уже тут Вы вынуждены Будете поверить Я Долгие годы Как вице-президент Международного комитета Фэрплей Ну знаете Фэрплей Это честная игра Благородная игра Я Дважды в год Общаюсь С очень приятным Для меня Человеком Бронзовым призером Олимпийских игр Председателем Латвийского Комитета Олимпийцев Не Олимпийского Комитета А латвийского Комитета Олимпийцев То есть Тех кто выступал На Олимпиаде Ингридой Амантовой Знаете Такой нет Вот она тоже Саночница Она тоже Саночница Она тоже Как и я Борется за Фэрплей И вот каждый раз Когда она И генеральный Секретарь Вашего Латвийского Комитета Олимпийского По Сбору Вот этих Ветеранов Олимпийцев Приезжают На международные Конгрессы Фэрплей Мне очень приятно С ними общаться И с Ингридой Я даже Скажу вам так Мы всегда Так сказать Если Выпадает возможность Сидим вместе Завтракаем За одним столом А потом Отправляемся На заседание И с Генеральным секретарем Барбарой Вайса Есть такая у вас Деятельница Она И в политике В большой И И здесь Вот она Такая тоже Активная Дама И вот Мы с ними Очень хорошо Общаемся А кто еще Мне нравился Вы знаете Целый ряд Спортсменов Латвии Мне очень нравился Ну Может быть Я не знаю Может быть Это уже Такие воспоминания Ветеранов Но мне нравился Баскетболист Мужниекс Помните Был такой Да Потом Был уже Попозже Такой Очень Я бы сказал Шустрый Парень Порой Нарешавший Всяческие Там Спортивные Режимы Игорь По-моему Зовем Миглинекс Да Вот он Знаете Я еще тогда Работал В Комсомольскую Правду В Правде Мы написали Про него Статью Как он там Что-то нарушал Режим Туда-сюда Он пришел К нам В газету Такой здоровый Высокий Парень Да я Виноват Что там Все это Давайте Дружить Я вот там Приношу Свои извинения И к сборной Команде И все Вот он мне Очень Вы знаете Так Запомнился Вы понимаете Я уж не знаю Помнит меня Или не помнит Хельмут Бальдерис Я не знаю Известный Для меня Человек Очень Я почему Его знал Потому что Я дружил И сейчас дружу С Сашей Мальцевым Ну Хоккеист Великий Они как-то Были в хороших Почему-то отношениях С Хельмутом Ну и вот как-то Вот так Уж Но это все Было давно С Сашей мы Видимся С Бальдерисом Нет конечно И я никогда Не забуду Вы знаете Команду ТТТ Рижская Была команда Баскетболистов Тут я вообще Конечно могу Погрузиться В такие воспоминания Но мне нравилась Эта команда И мне очень Было интересно Смотреть За Ульяной Семеновой Вообще-то Она так считается Литовкой Да по-моему Нет 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 да Ну родилась В Литве Она по крайней мере Вот А сейчас Идут такие Большие споры Никто не знает Сколько Вообще У нее был рост И все спорят Кто писал 2.8 Кто 2.10 Кто 2.13 Понимаете Я однажды Ее спросил Об этом А с какой У вас рост Ульяна И она Мне сказала Лучше вам Об этом не знать Вот Понимаете С моими И вот действительно Когда Ульяна Семенова Уже ушла То Алексеева сказала Ну я тоже ухожу Вот такие у меня Вот хорошие воспоминания О спортсменах Вашей страны Совсем недавно Вот вы следили За проходившим В Риге Чемпионатом мира По хоккею И назвали матч Латвия-Германия Украшением Этого чемпионата И вы написали Что это настоящий Фэрплей Это пример Достойного поведения На льду А как вы И ваши коллеги Спортивные деятели И комментаторы Оценили Снятие национального флага Беларуси С флагштока Чемпионата Вот с точки зрения Этики Спортивной Ну знаете Не только Беларуси Был и российский флаг Снят Ну я оценил Это как позорище Понимаете Ну Во-первых Мне было Я бывал раньше В Риге Да и уже В постсоветское время Бывал в Риге На конгрессе Фэрплей Кстати я был У вас был конгресс Очень хорошо организованный Вот Кстати Его организовывал Знаете кто Ваш бывший министр Обороны Вот он Был тогда вице-президентом Олимпийского комитета И очень классно Его организовал Понимаете То есть Я к чему это говорю Что политика Да Политика Она должна быть здесь Вне игры Вот я его хвалю Бывшего вашего министра обороны Который занимал в свое время Пост И вице-президента Вот Вот понимаете Это все было очень достойно Сделано Хорошо А здесь Это позор Какой-то человек И первое первое первенство Проводит не только страна Страна Это организатор Да А проводят соревнования И они проходят Под эгидой Международной Федерации Вот например Или МОКО Вот например Сейчас в Японии Это все проводится МОКОМ Понимаете Японскими организаторами Об этом есть специальный договор Такой же договор был Между Властями Риги И естественно Фазелем Президентом Федерации И вот этот договор Был нарушен Ну понимаете Действительно Мне Подумалось Вот о чем Что чем Чаще Политика Будет Вмешиваться В спорт Тем Во-первых Будет неприятней А во-вторых Тем ясственнее Огромное количество Людей Увидят Лица Политиканов Мешающих Спорту И у них Появится Я думаю Определенное чувство К этим людям Вот такое чувство Как у меня Появилось Ну Во-первых К человеку Который Снимал флаг А во-вторых К депутату Парламента Сейма Я даже Фамилию его Не хочу упоминать Который Предложил Несчастных Белорусских Хоккеистов Посадить в автобус И довести их До границы С Белоруссией К чему Это все было Зачем Ну представьте Какую-нибудь Другую страну мира Где такое Было бы возможно Ну я может быть Найду Одну-две страны Ну нет Не думаю Ну наверное Одну Еще такую же А может быть и нет Это было очень Невежливо И было Мне неприятно Все это Но вы понимаете Все это Как бы Подтонуло В другом Вот для меня Главный был поступок Латвийских Латвия Играла с Германией Вообще Спасибо Что вы читаете Мои статьи Мне было очень приятно Что люди Сыграли Фэрплей Хотя Могли бы Могли бы Там Очень легко Смухлевать Да И добиться Лучших соперников И все сделать Получше Особенно Вот Латвия Которая даже Победила Если вы помните Канадцев Для меня это был Огромный сюрприз Вот Все было бы по-другому Но было так Как было Понимаете Вот это Настоящий поступок Вот это Мы должны запомнить И этим Мы должны гордиться Что у себя дома Люди Проявили Фэрплей Понимаете Если бы я был На месте Вашего Я подчеркиваю Ваш Я не имею права Говорить так Как первый виспрезидент Международного комитета Фэрплей Я не имею права Говорить И делать предложение Но если бы Если бы Я был на месте Вот вашего Комитета Фэрплей Латвии Я бы этот поступок Выдвинул На соискание Премии Фэрплей Хорошая идея Спасибо Да И у нас Кстати вопрос Из Беларуси От журналисты Елены Еловик Вот как вам кажется Кто из белорусов Может претендовать На медали В Токио Ну вы знаете Вообще Если в делегации Латвии 33 человека То белорусы Посылают Огромную команду Вообще Очень большую 108 человек И Раньше Раньше У них были Очень сильны Легкоатлеты И я вообще Вам скажу так Что я всегда С удовольствием Наблюдал За их метателями С удовольствием И за спринтерами Сейчас Я Буду наблюдать За теми Двумя людьми Которые Тоже Как мне кажется Могут Завоевать Олимпийские медали Первый это Иван Тихон Метатель Да Он знаменитый Спортсмен Участник многих Олимпиад Вот И мне кажется Мне кажется Что он и сейчас Сможет Тоже показать Хороший результат Ну и конечно Вы знаете Это молодой парень Недосеков По моему Его фамилия Недосеков Почему я Так сказать Вот его выделяю Потому что В прыжковом секторе Мужском Развернется Жесточайшая Борьба Между Людьми Которые Берут За облачные Высоты Вот в этом году У двух Прыгунов Два метра Тридцать семь Сантиметров Один это Белорус Недосеков А второй это Парень наш Илья Иванюк И вот Я думаю Что кто-то К ним еще Может быть Третий Присоединится Типа нашего Акименко Может быть Кто-то Из Катара Будет Хотя он сейчас Не важный В форме Чемпион мира По прыжкам Вот я думаю Что борьба Развернется Вот между Этими Спортсменами А я еще Хочу сказать Чего я ожидаю От латышей Мне будет интересно Посмотреть Как они играют Три на три И вы наверное В курсе или нет А если нет Я вам сообщу Что 26-го Сборная России Играет со сборной Латвии Баскетбол Три на три Это новая дисциплина Никто еще никогда Ее не выиграл На олимпийских играх Вот это будет Интересный матч Но это предвариловка Квалификация Все равно интересно Будет посмотреть У нас это все Стоит в сетке передач И мы это все посмотрим Не знаю как у вас Наверное то же самое Спасибо Вопрос из Америки Журналист Александр Этман Спортивный журналист Бывший рижанин Сейчас издатель газеты Свет в Чикаго В конце 4-го века Император Феодосий Запретил Олимпийские игры Как пережиток язычества Потому что Тогда христиане Не могли проводить мероприятия В честь свергнутых богов То есть запрет Тогда состоялся По религиозным Политическим причинам Не грозит ли Современным Олимпиадам Глубоко зависящим От ситуации в мире Нечто подобное Ну знаете Вообще Я хочу сказать Коллеге из Чикаго Что Он очень верно Поднял этот вопрос Дело в том Что тогда Феодосий В 394 году Он запретил Олимпиады Но не запретил А сделал Их проведение Невозможно Вот такая Небольшая разница Понимаете То есть создал Такие условия Для спортсменов В которых Не было Условий Для соревнований Понимаете Вот Хотя соревнования В 393 году Прошли прекрасно И все Затихло Как вы знаете До 1896 года До Олимпиады В Афине Мне кажется Что Если Вот мы Будем идти По такому пути Политизации Игр Да То такая Опасность Я не говорю Что реально Да Я не говорю Что она Вот так уже Висит Дамокловым Мечом Но она Возможна Все больше Нервов Будет тратиться На выяснение Чисто политических Мотивов Меньше Внимания Будет Уделяться Спорту Все это Будет Раздражать Не только Спортсменов А болельщиков Понимаете Мы будем Терять Болельщиков Вот в чем Дело Потому что Болельщикам Вот эти Политические Грязные Дрязги Они Неинтересны И они Лишь Отвлекают Их От олимпиады А учитывая Что сейчас В мире Столько Проводится Соревнований Ну Огромное Количество Что Как бы Не дай бог Я говорю Не дай бог Как бы Олимпиады Не превратились Не в самое Важное Соревнование Четырехлетия А в одно Из нескольких Самых важных Соревнований Если политики Вот своими Ручонками Не особенно Такими Вымытыми Будут Вот так Прикасаться К чужим Знаменам То это Может произойти К сожалению И еще один Вопрос У нас Из Чикаго Это все Тот же человек Да Да Такое любознательное Очень приятно С ним иметь дело Это бывший Спортивный Обозреватель Латвийской газеты Советская молодежь Была такая А как Ну еще бы Я помню А как фамилия Александр Этман Этман Да Что-то я его не помню И он спрашивает Из-за допинговой ситуации И неудач в отборочном туре Мы уже об этом говорили Сборная России Будет представлена в Токио В очень усеченном составе Вот кто На ваш взгляд Из россиян Может претендовать На золото Рассчитывать на золото И в каких дисциплинах Россия сможет Доминировать В Токио Ну вы знаете Насчет доминации Говорить не будем Усеченное Да 335 человек Это немного Это немного Совсем Потому что например У американцев Делегации 605 Это огромное количество Больше Делегация Допустим В Австралии Там под 450 В Британии 335 человек Это те люди Которые реально Могут Бороться За что-то По крайней мере За выход В какие-то Финалы Доминировать Сейчас сложно Я вижу Реальность Подчеркиваю Реальность Побед В таких Видах Как синхронное Плавание Например Вы знаете Для меня это Очень дорогой Вид программы Я В свое время В очень далекие годы Где-то в середине 80-х Был даже Вице-президентом Федерации Синхронного Плавания И вот я ездил За рубеже Возил Команды Синхронисток И там была Молодая такая Симпатичная Тренерша Жена моего друга Саши Покровского Таня Покровская Вот с тех пор Таня Покровская До сих пор Главная тренер Нашей сборной И Таня Никогда не проигрывает Понимаете Мы с ней знакомы Ну сколько Считайте С 80-х Какого-то Я каждый раз Вот я думаю Боже мой Вот она снова едет Да Вот она снова Главный тренер Ну как бы не проиграть Вот в этот раз Понимаете А там все делается Для того чтобы Ну доминацию В этом виде Россиянок Ну как бы Так сказать Прекратить Даже название Теперь у плавания Этого синхронного Называется Несколько по иному На артистическое плавание Вот все равно Я вижу здесь Шансы большие На медали Думаю Есть шансы На медали И довольно большие У сестер Авериных В художественной Гимнастике Хотя здесь Могут быть Определенные Сложности Уверен Что будут Медали В гимнастике Спортивной Как у мужчин Так и женщин Как мне Думается Как мне Думается Впервые За многие Годы Я подчеркиваю За многие Годы Есть шансы Неплохие У российских Пловцов И если они завоюют Там План у них Такой Какой-то Такой Якобы Четыре медали Золотые Не думаю Но если они Завоюют Две-три медали Золотые Я буду Очень доволен Наверное Наверное Я подчеркиваю Наверное Потому что Все это Очень аккуратно Надо говорить Абсолютно Непредсказуемые Олимпийские Соревнования Наверное Есть хорошие Шансы У борцов И в классической Борьбе И в вольной Я думаю Тут тоже Несколько Медалей Высшего Достоинства Могут быть Сегодня Я подчеркиваю Сегодня У нас Вообще Здесь Радостный день Наконец-то Самбо Признали Полноценным Официальным Олимпийским Видом спорта Вот Я об этом Уже разразился Статьей И Мне звонят Мои знакомые Самбисты Поздравляют Пока Самбо В программу Олимпиад Не входит Но будет входить И Сейчас Я думаю Что может быть Может быть Медали Смогут Завоевать Как мне кажется Зюдаисты Вот так Теперь Об игровых Видах Спорта Абсолютно Непонятна Мне ситуация В баскетболе Три на три Потому что Это первый раз Все это будет Происходить Как это все будет Что Как будет судить Непонятно Но Думаю Что есть шансы У мужского волейбола У наших ребят Есть шансы Хотя там В последний момент Там не поехал Сильнейший игрок Но есть шансы Еще один Командный вид спорта Который мне очень нравится И там играют Очень такие хорошие Дружелюбные девчонки Совсем вот без Такого Высокого носа Это Гандболистки Вот Они Могут Во второй раз Выиграть Подряд Это вот Звание Олимпийских Чемпионок Хотя у них Сейчас не тот Прославленный тренер Который был Евгений Трефилов Знаменитый такой Человек Моего возраста Который Пару инфарктов Получил Сидя на Тренерской скамейке Представляете Вот так он Переживает За своих девчонок То есть Какие-то шансы Есть Я думаю Что если Будет Возможность Вот такой Сделать прогноз То я бы сказал Так Ну медалей 15 Золотых Все-таки Я верю Что будет Кстати Мы Федерация Спортивных Журналистов Россия Вместе с Радио Движение Мы всех Приглашаем Любителей Спорта Независимости От гражданства И так далее И спортивных Президностей Высказать Вот наш Прогноз Сколько Медалей Будет У сборной Команды России На Олимпийских Играх Золотых Серебряных Бронзовых Кто Попадет Ближе Всего Мы обещаем Хорошие Такие Наградные Олимпийские Сувениры И мы Об этом Уже договорились С нашей Валовс Есть такая У нас Федерация Летних Олимпийских Видов Спорта Вот мы Им поручим На каком Интернет Ресурсе Можно подробнее Вы знаете Посмотрите На простом Ресурсе Самом простом Это радиодвижение Или Или Радио Мувмент Вот так Он называется Или Спорт Жур Фед Это наша Федерация Очень просто Спорт Жур Фед Ну на По латыни Все Спорт Жур Фед И мы Сделаем Публикацию На сайте Mixnews.lv И дадим Там ссылочки Чтобы болельщики Могли Сделайте Нам очень будет приятно Вы знаете Я вообще Предлагаю Давайте дружить Домами Вы понимаете Мы проводим Наши Ежегодные Конкурсы Для спортивных Журналистов Раньше Какие-то были Ваши ребята Которые даже Участвовали Но это русскоязычные Только могут быть Потому что мы не сможем Перевести К сожалению С других языков У нас участвуют Очень многие люди Из Америки Русскоязычные Участвуют Из Казахстана Из Туркмении Из Литвы Участвовали Несколько людей Один эстонец Украина Которая Вышла В призеры Вот Мы предлагаем И вашим тоже Ребятам Участвовать Это называется Конкурс Энергия Побег Его итоги Будут подведены 25 августа Вот Если эти ребята Войдут в число Призеров Мы их приглашаем За свой счет Как у нас Раньше говорили В советское время В столице Нашей родины Москвы И вручаем им Денежный приз Денежный я подчеркиваю Если они занимают Призовое место Среди Иностранных Журналистов Пишущих Свои спортивные Материалы Или вещающие На русском языке Но только о спорте Понимаете Вот В этом году В этом году Спасибо Так что Участвуйте Может вы тоже Поучаствуйте Мы обязательно Опубликуем информацию Чтобы наши журналисты Были в курсе И вот Такой вопрос У нас еще Работает Ватсап СМС В одном интервью Вы сказали Что давно Знакомы с бывшим Главой ВАДА Это антидопинговое Агентство С Диком Паундом И что он Ненавидит Россию Как настоящий русофоб Почему вы так Вот считаете Ну вы знаете Я считаю так Потому что Я с ним общался Понимаете Ну вот Мы с ним общались Как вам объяснить Ну Я давно В спорте Да С 90-го По-моему Шестого года Я чем исполков Международная Ассоциация Спортивной Прессы С 2001 Года Я Вице-президент Этой федерации Да То есть Как бы Не отвечать На мои вопросы Он не может Понимаете Да Мы как бы Не как бы А мы Являемся членами Олимпийской семьи Официально Да У нас официальная Организация Вот Он не может Со мной Не общаться Но Каждый раз Когда У нас Происходило Раньше Общение Его ответы Были Всегда Таким Я бы сказал Проникнуты Антироссийским Духом Я тем не менее Всегда его спрашивал Мне было интересно Его мнение И вы знаете Однажды Я с ним встретился В очень такой Неприятный Для него момент Очень неприятный Это был 1980 год Выборы В колонном зале На сессии МОК Президента МОК И он Котировался И считал Что он Эти выборы Выиграет А выиграл Совершенно другой человек По фамилии Самаранч Я очень хорошо Знал Все И вот Я видел Тогда Человека Дика Его звали Дик А не Ричард Дик Паунд Он был Жутко расстроен И говорил Что это произошло Только потому Что он Избирался В Москве Какое-то Имеет отношение Как голосовали Члены МОК Не знаю Но вот он Такого был мнения 2001 год Ну представляете Опять сессия МОК Опять колонный зал Опять Москва Опять выборы Нового президента И опять Главный кандидат Канадец Ричард Дик Паунд И опять Он проигрывает И проигрывает Бельгийцу Роги И тут я к нему Подошел И говорю Вам в Москве Не везет И он говорит Проклятая страна Понимаете Ну Дело же Не в стране Понимаете А дело в том Что у него Нет такого авторитета Как у других людей Которые действительно Достойно Я подчеркиваю Достойно Руководили МОК Самаранч 20 лет Роги 12 лет Вот сейчас Руководит Бах На мой взгляд Не такой сильный Руководитель Как Самаранчи Как Роги Чуть послабее На мой взгляд Понимаете Я с ним знаком тоже Но Он хороший человек Может быть Пока еще Не хватает Какого-то определенного Опыта Может быть Николай Михайлович Эфир наш Подходит к концу Спасибо вам большое За разговор О проблемах И прогнозах Олимпиады 2021 И еще раз Напоминаем Что Гостем нашего Эфира Был Вице-президент Международной Ассоциации Спортивной Прессы Николай Долгополов Будем следить За вашими Обзорами Публикациями И обязательно Опубликуем Информацию С ссылками С интернет Ссылками Где Проходят Вот этот Замечательный Международный Конкурс Всего вам доброго Спасибо Всего доброго Спасибо Эфир провели Ольга Авдевич И Наталья Захарьят И это было В рамках проекта Культурная линия Совместно с журналистами Из разных стран Медиаклуб Формат А3 Всего доброго Продолжение следует